привет шкодоводы сегодня у нас будет интервью с главой skoda russia и он ответит на наши вопросы но так как он к нам прийти лично не смог поэтому один я буду за всех начинаем здравствуйте ян хорошо что вы к нам пришли проходите там постоите но ничего страшного у наших шкодоводов и наших подписчиков есть вопросы так зачитаю у skoda есть маленький кроссовер karok появится ли он в россии я в конце следующего года karok начнет продаваться в россии причем это будет машина локальной сборки мы сейчас рассматриваем две площадки нижний новгород и калуга интересная наши считатели интересуют и подписчиков такой вопрос сколько верно будет стоить этот автомобиль в россии точной цены мы сейчас назвать не можем никто не знаешь точно что произойдет с рублем но можно подумать что будет относительно доступный кроссовер который станет для многих покупателей первым шагом в мире кроссоверов skoda и если сейчас большой корок стоит 1 миллион триста восемьдесят девять тысяч рублей то корок окажется заметно дешевле нужно понимать это будет массовый автомобиль хорошо я ну что понимать послал значительно дешевле сто тысяч двести триста мы бы хотели что он был не дороже миллиона дальше а сколько всего кроссоверов должно быть о такой марки как шкода российском рынке я корок и кодиак закроют все основные сегменты на рынке сув мы не хотим продавать в россии исключительно кроссоверы это не наш путь у автомобилей класса сув есть как плюсы так и минусы мы обязательно хотим остаться в мире традиционных ликовых машин хорошо потому что нам очень нравится октаве а7 следующий вопрос на автосалоне в париже вы показали прототип нового хэтчбека который придет на смену нынешнего rapid spaceback в россии у нет поэтому по барабану по нашим данным уже в конце этого года состоится премьера серийной модели появится ли этот хэтчбек в россии я по него говорил это будет скала эту модель в россии не появится однако открою вам секрет в россии появится машины которые получат похожий дизайн это будет второе поколение rapido да я нет плохо опять нас обделили песков и оставили но интересно что будет новый rapid rapid но мне лично больше нравится чем коровы и нашу шкодовну тоже вот и интересный вопрос я на школу отказался от продажи в россии октавия скаут а я кстати хотел себе купить ее а также заряженную версии октавия рс да и полноприводная октавия просто исчезла чем это связано я говорят что это просто из-за того что была чешская сборка говорят наши подписчики что скажете вы я это связано с двигателями в европе вступили в силу новые экологические нормы шкода была вынуждена модернизировать свои двигатели однако новые моторы уже слишком чувствительны к российскому топливу и мы не можем гарантировать надежность их эксплуатации на всей территории россии и не только в крупных городах именно поэтому мы были вынуждены прекратить их поставку и чехи значит всему виной плохой бензин вы еще забыли про плохие дороги и про паленое масло который мы льем свои двигатели поэтому skoda не ездил ну ладно вам виднее кстати а чем отличается импортный бензин от нашего напишите кто в курсе чем качество ты продолжаем планируется ли новые сокращения модельного ряда например будет ли у нас продаваться будущем универсал skoda супер ям задача универсала супер не делать объем продаж расширять гамму предлагаемых моделей есть группа покупателей которые хотели бы иметь большой универсал поскольку у нас есть возможность продавать в россии супер универсал мы будем это делать интересно значит супер был универсал и будут но какая цена это подсказывает универсал skoda супер стоит в от 1 миллион семьсот пятьдесят восьми тысяч рублей нехило люди съесть кого есть реально такой универсал супер все купил напишите нам лучше пишите видео отчет нам в группу вконтакте мы вас покажем продолжаем коды есть несколько моделей которые в россии не продаются и не поставляется например city go вот на у нас есть обзор сети голову на канале наш ирландец прислал и fabia появится ли они в россии я в западной европе спорта маленький машина огромен однако в россии рынок другой поэтому пока ситуация не изменится например власти не ведут как в индии дополнительный налог на большие автомобили или мы не увидим заметного изменения структуры спроса со стороны клиентов мы не будем продавать такие машины значит пока не увеличить налог на машину да ну если на большие джипы все что больше трех литров без проблем пускай увеличит потому что у skoda трех литров двигателя то нет у нас турбомоторы если сделать труд турбомотор там она вообще будет ракета продолжаем планирует ли skoda пойти по пути ряда производителей которые создают автомобиль специально для россии и производит их в россии я на данный момент нет мы считаем что вкусы европейских и российских покупателей схожи одним из наших преимуществ является то что покупатели в россии ощущают связь автомобилей skoda с чехией и европой делая машины специально для российского рынка мы можем потерять нашу днк который очень гордимся ну вы ян правы нам нравится skoda и было бы очень плохо если бы она стала как вас а как вы оцениваете перспективу электромобилей в россии я как начинала европа свой путь к электрическим машинам законодательства сначала свой ход должны сделать власти только если от них будет реальная поддержка то обычный потребитель начнет пересаживаться на электромобили между тем если есть как минимум один город в россии который мог бы много сделать для развития электротранспорта это москва но и москве сейчас нет заряды электромобилей даже на платный парковочных местах ну ничего страшного я у нас в россии холодные зимы кто не в курсе там стоят литиевые батареи в этих всех электромобилях и литий батареи по всеми по своим характеристикам они держат емкость батареи только до 20 градусов минус 20 градусов потом они начинают емкость терять есть более крутые батареи литий полимер у нас я помню ли типа не маркируется они стоят очень дорого и я не думаю что они применяются в электрокарах может тогда электрокары и так дорогие вообще дорогие но по электрокарам чтобы я сказал лично у нас в городе есть два электрических nissan как сказал один мой знакомый человек с работы марат видел электрокаром то у меня в дворе стоит ездит как пылесос ну и я вы знаете вот хотелось бы задать вопросы от наших подписчиков в группе которые я озвучу недавно что я буду брать вас интервью такой интерактивный конечно но надеюсь вы все-таки услышали слова процесс корр шкода раши люди спрашивали ну во-первых я бы задавал сам свой вопрос почему шкода славится своей лояльностью клиентам но после двух лет гарантий диллер говорит adios amigo и пока за ручкой пока хотя я проходил все то где же лояльность где продление гарантий до трех лет это по шкоде оси хотел бы чтобы гарантия до трех лет была не только по кодиаку насколько я знаю но и на все остальные модели также спрашиваю куда пропал пятилетняя гарантия по dsg неужели отремонтировали все сделано на эти вопросы ответит мой ролик на канале чего не боюсь dsg но все же мы бы хотели как и все остальные люди иметь побольше гарантий тогда ваша маша лучше продавались бы если вы это не понимаете ну и еще один из подписчик спросил когда будет качественная кожа на руле и коробке передач рычаге потому что основу фейслифта качество кожи и как я уже город своих роликах грязь ухудшилась люди полтора года катается кожа облазит как пишет но у него всех но есть такими кланы по два года гарантия меняется а так поменяли еще полтора года и саму менять это как-то не очень хорошо и качество материала который прячь на обивки кожи руля реально хуже чем был мой октаве еще нормально но вот что что дальше уже очень плохо ну и товарищи кому вам интересно подписан канал и что мы узнали мы узнаем что скалы у нас не будет будут у нас новый rapid скоро что причина в том что ушли ряд моделей с нашего рынка это кажется бензин а мы ребята все равно продолжали 90 бензин есть нас подписчик который люди на старый бензин и уже катается но они не придется рубезе потому что они дураки потому что у нас банально просто тех районах как они сказали нету 95 бензина и у вас восьмой бензин у нас вообще в городе провести на одной колонке весь город катается все школы 95 час вот ездил porsche панамы разупрался 95 бензин и дальше катается короче люди подписаны канал ставьте лайки до свидания сайт а и и и и и и Давай сигналь Готовлю скорость заранее Все, пошел Опасно, опасно Субтитры сделал DimaTorzok